теперь остальные быстренько и так извините допрос в пристрастие какая была самая холодная ночь в этом году у нас в декабре 25 до 25 доходил короче говоря вы можете растить даже не укрытые персики и так хотя бы 3 метра даже теперь я не зря спрашиваю есть такое понятие как дополнительная это грунт я рассказывал про миллионера да даже как стать миллионером по буду скорее директором завода вот тебе миллионер и вот его 100 камазов это но где-то можно не всю площадь как у него там много соток поднять на метр а хотя бы холмами может быть это будет уже следующий фильм да я постоянно об этом рассказываю это холмы но пологие где-то можно поднять на 20 метров где-то на 30 денег больше несколько камазов на 50 на 60 сантиметров 10 камазов на метр а это не шутки и тогда получается не было два метра до конкретного дерева будет 3 метра вот примерно вот такие рассуждения еще момент наверное весенние заморозки это ваш бич даже как по всей планете мне тут дагестанцы звонили из этих заморозков у них тоже пропускает урожай а дагестан это же для нас субтропик почти если не считать горы так вот скажите мне пожалуйста у вас есть весенние заморозки да ну обычно майские майские все правильно майские с одной стороны вы на севере белая ночью это же ужасно это значит лето короче ну что тогда остается все мои хитрости но это уже это еще 210 вебинар так я не могу себе это рассказать но про корни я рассказал как мог это большой скачок вперед ну давайте пальцы загибать на вишню прививаю вишню черешню и может быть персик но это это уже то есть не так на вишню степную на вишню штамповую и степную у корни как раз короткие прививаем персик черешню хороший случай я рассказывал даже на степную вишню полу кустарник прививается прекрасно и персики прививается прекрасно и черешни даже не только вкусы вишни но и черешни раз сливы сливы дальневосточные они очень хорошо терпят сырость так они вот то что я показывал фотографии кольни это как раз и были они других не держу как подвой культурные я не размножаю по этим укоренениям или раз или хотя бы семечками то есть вы видели китайские сливы значит два что прививаю на китайскую сливу персики абрикосы вот и все что сберет голову и скотчика культуры и наконец яблони значит на самый крайний случай а мы говорим груша это почти для вас без надега нет конечно наверное в ленинградской области я много снимков проглядел но не вижу я нигде гор а где вижу они так лесом заросли что там все это зло выкручивают чтобы посадить дачный сад и получается что шансов на эти места под грушу мало тогда приваем на яблони мой друг макаров привел на яблони у него прекрасная фотография у него прекрасный выражает ну нужно еще иметь волшебство и хорошую так счастливую руку потому что в этом дереве привешься живо а на другом привешься вообще мертво биологическая несовместимость тут невозможно вы знаете хвастая что у меня абрикосы я могу привить абрикос и будет 95 98 и 100 секунду телефон меня продвиж и феномен заключается в том что как я не издевался над 10 20 мощными манджурски на абрикосами разом год за годом они не принимали прививки и так и не приняли но когда я их продал непривитыми по дешевке вот на них оказались потом плоды серафима амура артинать почему замолкаю с кем связались не могли позвонить нормальному человеку и спросить совета и так на сегодня все вот потому что я я сегодня успел снять два фильма видели наверное их на моем бываете на канале с удовольствием по железу раз вот я сегодня дарил книги и телевидение баканское снимал эту процедуру вот а это же был намек ребята у меня таких книг еще пятьсот можно и лежат они чего ждут непонятно вот ну пришлось подключить телевидение слава богу что здесь друзья так что я устал и с вами хорошо поработал от души почти только потому что мне почти кажется что вы мне помогли вам это надо ведь каждый день а я с питера а я с пензы я с урал а у меня северный склон а у меня до воды метр и вот и вы меня выручаете такие случаи да 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 я имел ввиду заканчиваем именно конкретную тему вот эту как я увидел давайте давайте сделаем на два фильма разобьем смотрите значит здесь есть группа людей которые объединяются мы объединялись до этого месяца желанием разводить различные культуры винограда сейчас перерастает все это дополнительно вот в направлении скажем так по вашей технологии распространить внести вашу идею распространить по крайней мере по нашей ленобласти нас тут три-четыре человека вот которые в принципе нагадом занимаются и вот мы дружим также мы хотели бы попробовать скажем ваше направление вот и попробовать здесь все это хотелось бы понять несколько вопросов у нас есть различные участки тоже очень сильно отличаются по ленобласти у кого-то ближе к псковской и 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 Так, давайте так. Первое, забудем про промышленное доводство на несколько лет. Мы начнем, допустим, вы начнете с моей подачи, как простой дачный сад с перспективой развития. Объясняю, почему. Дело в том, что самая для нас непонятная регион, это как раз ваш, несмотря на то, что у кого-то груша, у кого-то челешни. Все гораздо сложнее. Дело в том, что максимальное количество сортов только оно обеспечивает промышленность тем, что промышленный сад должен быть перспективный и самодостаточный. Врожайный и, значит, прибыльный. Это значит максимальное количество сортов. Это примерно, пусть у меня не промышленный сад, вот такой, полупромышленный, промышленный. Вот. Но только благодаря тем, что каждое дерево это другой сорт или сортообразец, то вовсе это многообразие. В сумме это, кстати, учеба, я говорю уже конкретно, в сумме такой сад дает защиту общую, то есть у них теперь общая защита. Одно дерево защищает от ли, другое от этого самого цветоеда, третье дерево защищает от плодожорки, четвертое защищает от жуков, понимаете? А это смешный сад, это очень важно. Но у вас оно упирается так. У меня было первое два дерева, которые абрикосовые росли, я потом одно спирил. Потом, здорово, я тогда привать не умел. Ну, 40 лет назад. Представляете, какой я был этот наивный. На одном маньчжурце он и сейчас жив. Именно в этом году исполнил юбилей, 40 лет, и на нем рекорд 40 бедер. Так? А соседнее дерево в трех метрах росло. Первый год три плода, четвертый год три плода, пятый год три плода. И где-то на восьмом году, а я пробовал привать, он еще приваться не хочет. А плоды полукультурные, крупнее, чем у маньчжурца, которые и сейчас процветают. Вот. И тогда я его спилил. Это, конечно, я сделал зря, но вы уже понимаете, цивили тут одинаково. на одном уже где-то 15 лет назад, на нем уже три, пусть не каждый год, но уже 30 ветер было за сезон. Уже сколько ему было? 25-23 года? Он уже дал 30 ветер. А это так и оставался. Теперь, как я с высоты уже вот этих вот лет смотрю, уже, так сказать, снисходить, ну и только, ну и неопытный тяжелый был. Но это было третье. А они еще не давали урожая. А этот я уже спилил. А молодежь вся рядом подрастала. А зачем спилил? Ему нужен был другой опылитель. Догоняйте, в чем я говорю. Ему нужен был другой опылитель. Итак, я не лезу в генетику. Я отвечаю на ваш вопрос. Что такое генетика? Генетика это, значит, надо, чтобы пыльца, пестики и тачинки были генетически сродни. И чтобы пыльца, которая попала на пестик, была ему сродни. И тогда идет зачатие. А я говорю не так. А я живу не так. У меня своя версия. Пыльца, нет, не так. Пестик и тачинка на самом дереве созревают в разное время. И вот уже дерево готово к соитию, а само себя опылить не может, потому что это за сотни поколений уже деградация, слабость. ему нужен половой партнер другой. Вот это будет уже не само опыление, это уже будет настоящее опыление. А тот половой партнер не может в свою очередь с этого получить пыльцу. Тогда ему нужен третий, а третий ему четвертый. Ну, а дальше это, поняли, к чему я клоню. А теперь смотрите, что это значит. У меня, допустим, есть 20 наименований больше, но я беру привычные, там 10 наименований подвойных, 10 наименований возьмем, ну и больше, хотя бы так, людям нравится, говорят, ну пришлите, ладно, 10 по 10, еще 10 по 10, и того, 100 плюс 100, 200, ну это не дорого, это каких-то там этих самых, ну понимаете, каких-то там 5000, а если скидка, то еще меньше, но уже сад готов, всех разных, да, если приживаемся. Это имеет на семечек, или это имеет косточки. И вот, что получается, значит, это разнообразие, оно упирается в то, что часть из них прекрасно у вас, вроде бы, по теории, да, даже по моей, песик, тычинка совпадут, генетически совпадут, тогда дадут приплод, вот, ну пусть третий опылит шестой, а седьмой опылит десятый, десятый опылит первый, понимаете, но есть еще одно но, они у меня из разных мест, есть места сухие, а им делать нечего в Питере, а как, а те, которые терпят сиростью, у вас хорошо, то есть уже количество, как, количество шансов уменьшается, но теперь скажите, ну тогда вы не высылайте те, которые сухих мест, да, а как определить, каждая семечка имеет двух родителей, что, вывод какой, вы это меня поймете, вы уже не новичок, вот, вывод такой, надо, вместо 100 таких, и 100 таких, 200 таких, и 200 таких, и уже, часть погибнет, часть погибнет, а оставшиеся, навсегда, станут основой, ваших, ленинградских садов, вот такой вывод, тем более, вы хотите, все с перспективы делать, брать только количество, и говорить, Константинович, беру все, вот так вот, должно быть, а вот вы мне, как некоторые, вы мне пришлите, маньчжурцы, этот самый, номер 5, и номер 2, смотрят на фотографии, а они не понимают, что, они не повторятся, с него кучки взяли, он красный, фотография красная, а его пылил синий, ой этот, желтый, оранжевый, вот, и все это напрасно, только количество, вот, я так делал, натыкачили, натыкал, 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 вот, что выросло, вот перед вами, вот, на фотографии, потом сами удивитесь, какая перед вами фотография, прекрасно, ну, как мог, ответил, нет вопроса. Скажите, пожалуйста, в каких-то видео была информация по поводу создав Фаина, но в каталоге его нету? Ой, кажется, что в каталоге она есть, что там у меня с головой, давайте так, мне никто не мешает сейчас, я сейчас все время проверяю, не закончилась свою съемку, нет, ну, уже два фирма, разобью на два, долго говорил, вот, ну, раз у вас терпения хватает, смотрите, что я делаю, раз терпения хватает, так, мы сейчас зайдем ко мне каталог, как-то нам запретить, кто нам запретит, он плохо скачил, кстати, он плохо скачил, с первым разом, пришлось, в итоге, то у нас нормально скачали, но, первоначально были какие-то проблемы, Ну это многие так говорят Но я тут не виноват Вот смотрите Вы сказали Фаина И так пошла Амрикос Да, некоторые больше старыми каталоги Где они их находят Это вообще то, что уже действительно нет Вот они Амуры Красавцы Знаете, для промышленных садов Скажу сейчас Только два сорта предлагаю И то условно Амур, он твердый И назовем транспортабельный И поздний Филиппио Хоть тот роскошный Он твердый Всего два А остальные Как можно промышленный сад От созревания до сгнивания При температуре на улице лета Неделя-две, все Ну месяц в холодильнике Все равно мало Это я так в слово Теперь я ищу Фаину Как я мог упустить Это же моя гордость У меня трехлитровая банка С Фаиной стоит Могу принести пока У них особые косики Они самые круглые Не обманешь Особенно я себя обманывать не собираюсь Ё-моё Старею А, погодите У меня и потом были эти Не каждый год Ну не было урожая Фаины Ну и убирал Ну-ка, вернул я или нет Видите, то, что не каждый год Вы смотрите Так, мне на девушку смотрите На плоды Минутка А как вы видите Я не понял А я же тоже каталок смотрю сейчас А, каталок Ну ладно Я думал Ко мне подглядывать Вот это тоже Здесь она включает То, что не каждый год Я еще не зашел за нее Минутка Просто последний год не было Я взял стер Чтобы не это Люди мне ворочить голову И не обманывать От соблазна Где же ты? Этюд Академик В этом году Эта фотография старая В этом году Он в два раза меньше Ну, год такой Засуха Ника Вот же она, Фаина А что ему сказали Нету А это потому Что там нету А не фотографии А в списке Вот здесь 56 56 А подразумеваю Подразумеваю Что Это как бы Само собой Раз фотографии Значит Можно заказывать А я думаю Чего плохо заказывать Технический вопрос Опять на девушек Не смотреть Вот А сюда Вот так смотреть можно Вот как я сейчас показал Если не показываю Ну, в общем, все Давайте Может еще вопрос С Фаиной разобрались С Фаиной есть Трехлитровая банка Замечательно Скажите, пожалуйста Вот если мы касаемо Фаины Значит, чтобы Вот На ваш взгляд Если взять Построй семечко Фаины Значит Как по вашему методу Положить на землю Как раз На горочку Прикопать чуть-чуть В принципе Зимостойкость Не высокая Правильно я понимаю? У Фаины Да На уровне Манджурца Это проверено Ни одного случая Подмерзания За все годы У этих У привитых Фаины У привитых Подчеркиваю И правильно я понимаю Что Она уже Выросит Как Фаина И по сути Девая И на нее Уже не надо Ничего прививать А вот смотрите У меня Всего два случая Я о них Рассказывал Это говорит о том Что вы не видели Последний Семь Нет, еще не дадался Скажу честно Я пока еще Вот В ход Девять Десять Месяцев Пару видел И которые семи летние Больше Понимаю Некогда Смотрите сюда Вот это вот Предпоследний Вот он И я почти сразу Показал второй случай Первый случай Я столько раз говорю Что постоянно повторять Потому что у меня мало такого Ой нет Нет, нет, нет Сейчас Нет, нет Вот отсюда я начинал Это было шестого Это было шестого Вот И я показал Фотографию Семьца Которую мне прислали Вот она Это раз Вот А второй случай Он у меня Ой, долго искать Ну, короче У меня есть Любимая моя Я дочкой называю Была Кудряшова Нет, была Кудряшова Стала А, Кузнецова Стала Карташова Катя Человек не случайный Сайт мой Прекрасный Она создала А я ей выслал косточки И вот она Фаину принесла Принесла фотографию Пусть в два раза меньше Но выглядят Шикарно Из косточек Вот так Вот два случая Маловато Но у меня Нет, нет У меня еще есть папка Но это там не сказать долго Огромная папка Это все мои Потомки Это из косточек Из черенков Из саженцев По всей России От Сахалена И до Калининграда И там еще есть парочку Фаин И это все А у вас получится как Я одну могу Голову на сечении Положить под плаху Вот И вот наступает тот момент Когда вырос Девчонки И мне другит голову Не побоюсь Побожиться Не побоюсь Никогда Дикаря не будет Не только потому что Я два-три сути Я знаю А потому что Это невозможно Она прошла То самое Которое Называется Знаете как Привит Академик На Манчжорцев Скажите А вдруг Манчжорец бы Испортил Так А на Академика Привит Королевский И получилось То Самое И получилось То самое Где вы сейчас Там были Или уже Где вы сейчас Ее видели Эту А В каталоге В каталоге Увидели Это в каталоге Вот Но это надо Опять искать Его Ну что Вот Возвращаемся К Питеру Вот они Красивые фотографии Пожалуйста Или задавайте Вопросы Вот Или готовьте Это самое Заказ Учитывая То что я сказал Еще Пару Вопросов Скажите Пожалуйста Я Поним Ну Сейчас С Значит С Фаиной Разобрались Другими Это у нас Получается Абрикос А Как Тогда поступать Сейчас В данный момент Попробовать Ну что лучше Как В общем Поступить В моем случае Взять На 10 Семен Семен Могу И Тепорежку И Посадить Или Все-таки Сейчас Сделать Спросить Вас По поводу Черенков Или Саженцев Никак Саженцы Проданы Черенки Проданы Косточки Проданы Где вы были В первую половину зимы Я не знаю Вот Ну мы тогда еще занимались Направлениями Дорога У меня знаете К вам такое предложение Эти вопросы могут быть бесконечные Я могу отвечать бесконечно Но у меня здесь Технические возможности такие Что еще немного И потом я не смогу Даже скопировать Скачать То что мы поговорим Вот А Есть предложение такое Сейчас закруглится Вы набираете Следующую серию вопросов И мы будем так же сидеть И обсуждать Но с нуля Начнем Потому что дальше Еще немного И все У меня такое было Стоит фильм Колом Я не могу скачать его Я понял Хорошо Тогда значит Тогда начнем Туда заказывать А По черенкам Тогда Тогда не персика Так персик Получается Только на следующий год По черенкам Значит А никого Никого нельзя Из ваших Людей Которые у вас У вас уже покупали У них Кого-то заказать Либо черенки По черенкам Вы знаете Формально Если подходить Так сложилось Может быть Они Потерпели Какую-то неудачу Вот было же у меня Это лето Страшное засухо И очень мало Черенков удалось Нарезать Может быть Они Боятся деревья Калечить Потому что Это действительно Страшно Я калечу Только потому Что мне нужно Много денег Я поддерживаю Десятки людей Больных Детей Вот Все уходят туда Поэтому я стою Уже дерева Чуть не плачу А режу Вот Понимаете Так сложилось А Причем люди Многие из которых Я Даже Никто не знает Толком как зовут Но помогать надо И вот получается Следующее На данный момент Я не знаю Одного нашел Такого Но оказалось На Украине Прекрасным Садом Прекрасными Черенками И это все Что я знаю Только одного И только на Украине Больше я не знаю Ни одного Который Вот так же Как я Со всеми Атрибутами Имея Плодносящий сад Вот Ни одного Случа Не знаю Говорю искренне Я бы вас отправил К нему Не знаю Никто Формально Вот нет такого Раз А те Кто иногда Появляется Продает черенки Но когда Начинаешь копать И где у него сад А почему у него Фотографии из интернета А не своего сада Вот тут выясняется Что Посылать такому человеку Я не могу Таких вы можете найти Сами В интернете Набрали Черенки И продажи И все И пожалуйста Другое дело Шанса в ноль И высылать Никто не умеет Сколько раз Я получал Гнилые Если бы вы знали Это как нарочно Завернуть мокрую тряпку Кто-то научил Шую сторону Заворачивать Мокрые газеты Персики Сгнивают Сразу Груши Завернуть После До свидания Я собрался Создать Вот такой Вот такой Как называется Черновичок Она добавляет Титры Музыку И получает За каждый фильм 200 рублей Я уже получил 200 200 и 100 Поэтому А всего надо 500 фильмов Это я говорю Не конкретному Секу А один из сотен Все равно Кто-то откликнется И это будет Уже наш фильм Не мой личный Ну а пока Друзья Я отключаю Все Пишу Остановить Запись Продолжение следует